Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о наших российских футболистах и сосредоточимся на Игоре Дивееве, который по слухам может в ближайшее время перейти в один из итальянских коллективов. В частности, сообщается прессой, что им интересуются Болонья и Венеция. Ну и на фоне таких офигительных слухов, мне стало интересно, а что там пишут итальянские поклонники футбола, как они относятся к Дивееву и насколько впечатлила их игра Игоря на чемпионате Европы, где он постепенно стал основным защитником нашей сборной. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные комментарии на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих мнений для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также ведете промокод 24Калуцкий, который также указан в описании, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Geoops 58. Мне бы хотелось увидеть его в серии А, особенно в Венеции. Но я думаю, Дивеев тоже будет не прочь посмотреть на Венецию. Очень любопытный город, хотя очень вонючий при этом, если брать вот эту историческую центральную часть. Рич Ди Пайк написал, Из этих клубов я бы выбрал Болонью. У нее более сильные позиции в серии А. И если честно, мне кажется, что ему надо уходить из ЦСКА этим летом. Прямо сейчас в этом клубе творится бардак. При том, что Дивеев является одним из немногих игроков сборной России, который заслужил похвалу по итогам чемпионата Европы. Как мне кажется, именно сейчас настало время попробовать себя за границей. Ну, здесь не поспоришь. В ЦСКА творится какой-то полный хаос и развал. Клуб недавно еще и Олеча уволил. То есть вообще непонятно, куда команда движется. Ну, а касательно Дивеева, да, один из немногих, кого можно похвалить. В целом играл неплохо, хотя эпизод с забитым мячом Лукаку, это, конечно, провал. Я думаю, вы понимаете и помните, о чем я говорю. Страйкер Ди. У Венеции нет денег на Дивеева. Его стоимость около 20 миллионов евро. Но я не думаю, что ЦСКА будет требовать именно эту сумму, учитывая, что наши клубы, в принципе, идут, как бы так сказать, навстречу футболистам, когда им интересуется зарубежный клуб. Здесь, я думаю, может быть и на 12 на 10 сойдутся армейцы и те же самые венецианцы. Посмотрим. Ки Бэмбет написал. Ему следует остаться в ЦСКА еще хотя бы на один год. Он заслуживает большего, чем Венеция и Болонья. Ну, то есть с намеком на то, что рано или поздно им заинтересуются большие клубы из Италии. Было бы, конечно, неплохо, но мне кажется, что если он перейдет в середняк итальянской серии А, то оттуда можно, в принципе, заскочить в топовый клуб. Вот так, знаете, трамплинчиком, что называется. Ридж Ди Пайк написал в ответ. Согласен. Если брать эти два клуба, то, на мой взгляд, переезжать туда не стоит. Максимум переехать в Болонью. Ну, в Венецию как-то совсем сбрасывают со счетов, а там, по слухам, очень неплохие деньги вертятся вроде как. Ридж Ди Пайк также написал. Понимаю, что вы хотите сказать, но я не думаю, что ЦСКА ждут большие совершения в Премьер-лиге в следующем сезоне. Поэтому, я думаю, не стоит оставаться в России. Да и уровень российского чемпионата сейчас намного ниже, чем был, к примеру, 5-6 лет назад. Большие клубы из серии А, Ла-лиги и английской Премьер-лиги за Дивеевым все равно не пойдут. Поэтому сейчас, если переходить, то нужно переходить в середняк вроде Болонья. Как мне кажется, на данный момент это было бы для него отличной опцией. Ну что ж, вот такое вот мнение вот данного персонажа, вот данного итальянского болельщика. Следующий комментарий от Кебаб Мак, который написал. Если ЦСКА вернется в Еврокубки по итогам следующего сезона, думаю, трансферная стоимость Дивеева возрастет в несколько раз. Только от ЦСКА надо осознавать, что для Дивеева, как и для других молодых и перспективных ребят, надо создать благоприятную среду, чтобы потом продать их за хорошие деньги. Ну, не знаю, от ЦСКА нынешней сложно назвать какой-то благоприятной средой. Там не пойми, что творится, и это, увы, может сказаться на развитии молодых футболистов. Сокер Бандеркс написал. У меня присутствует ощущение, что ему надо подождать еще годик, потому что он пока слишком юн для серии А. Следующим летом или после чемпионата мира будет новый шанс перейти в какой-нибудь клуб, посильнее Болонье или Венеции. Ну что ж, вот такое мнение есть у иностранных фанатов, у итальянцев. Так вот они оценивают Дивеева, что он не только должен приезжать в серию А, но еще и желательно в какой-нибудь большой серьезный клуб. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.